Так, попробуем заснять дыхательный самомассаж. Я буду давать Жоржу указания на немецком и объяснять на русском. Жорж, я цлик сту дегенда дэмкерпээнт лан. Ну вот, ноги лежат на чем-нибудь возвышенном, на стул какой-нибудь. Под головой обязательно подушка, чтобы шея не загибалась и голова не загибалась. И мы начинаем с этажа, где находится крестец. И у нас дыхание по квадрату. То есть 4 выдох на 4 пауза, на 4 вдох и на 4 паузы. Азуту, атмос, ец, эн, кроец, ауз, выдох, пауза, ауз, выдох, ложится крестец плоско. Пауза. И на вдох желательно тоже, айн, чтобы прям крестец лежал как почтовая марка. Пауза. И так повторяем до 10 раз. 5, 6, 7, до 10 раз. Цо, еца, лик сту дегенда, унта денира. Следующий этаж это почки. Ну, в идеале лежат прям ладошки кверху. А если не получается, то можно вот так, как Жош положил. И то же самое. Выдох 4, пауза 4, вдох 4 и пауза на 4. И чтобы почки прям в ладошки ложились. Also, ты легст теринира в твои руки. Ауз, выдох, пауза, ен, пауза. Пауза. Вдыхаем. Пауза. Два, три, четыре. Вдох. Один. Пауза. Два, четыре. И тоже так до десяти повторений. Следующий этаж это ребрышки. Вот прям на нижний край ребрышек. Вот прям снаружи, да. И когда при вдохе можно даже дожать, чтобы ребрышки уходили вовнутрь. При выдохе дожать, чтобы ребрышки уходили вовнутрь. А при вдохе можно сопротивляться. Мы вдыхаем, ребрышки расходятся наружу. А в это время руки как бы немножко на них давят, чтобы хорошо почувствовать. Also, aus, выдох. Ду дрыкста. Пауза. Нах иннан. Айн. Вдох. Пауза. Нах аузен, да. Аусь. Пауза. Другста. Айн. Поджимаем немножко. Пауза. И тоже так до десяти повторений. Следующий этаж это сердечная чакра, это грудино. А за нынешний этаж это сердце, да. Долик стихенде. Ибо кроет ст. Антайн бруст пропайн. Можно класть на голое тело, прям под маечку, под рубашечку. И поискать, куда хорошо прилипает внутренняя сторона ладошки. Вот как почки прилипали, прям вдыхались во внутреннюю сторону ладошки, так и здесь. И при выдохе поджимать вниз грудину. Если бы аус атман нахунтан дрыкн, да. Как если бы грудина прям скользила вниз. А при вдохе наверх. И тоже выдох-пауза, вдох-пауза. Аус. Пауза. Айн. Вдох. Пауза. Аус. Пауза. И желательно, чтобы не возникал лордоз. Айн. Оне холь кроете. Пауза. Дэн кроец лиг там бодом. Вашвиндет. Аус. И тоже до десяти повторений. Потом есть этаж-ключицы. Адела. Ага. Воя для спucc другая возможность при другой возможности вот так это делается это кто-то другой должен поджать и тогда должен тогда могут лежать руки вот так и тогда кто-то при выдохе вот так делает а при вдохе вот так но если самому делать то достаточно чтобы вот так ручки лежали и тогда больше вдох идёт в лопатки туда вниз, чтобы они прям такие, как почтовые марки раскладывались. При выдохе они такими плоскими, лопатки становятся и идут как бы вниз, скользят вот такое вот движение. А при вдохе наружу. Aus. Пауза. Ein вдох. Пауза. Aus. Шультерблета nach unten. Пауза. Ein вдох. Шультерблета nach hausen. Пауза. И тоже до 10 повторений. Вон делец-то этаже. Последний этаж. Это... Сейчас мы покажем. Желечка махмальдами. Райсфашлюса. Вот у нас у ключиц есть вот эта часть. Вот она. И есть ещё, где ирёмная выемка. Вот здесь такие вот косточки. вот они. И вот если на них положить руки, это ликс туда, оф диза кнухан, оф диза геленьке, вот на эти суставчики положить пальцы, то ими можно просто контролировать, что когда при вдохе идёт наверх, а при выдохе идёт вниз дыхание. Пальцы просто для контроля. Альзо, дифиня лиген ми фю контроля вас да пасверт альс фю друг, я? Конечно, можно и нажимать, но можно просто контролировать. Альзо, бэм аусатман гейт нахунтан, я? Он бэм айнатман нахобан. То есть вот вот этот весь этаж опускается и поднимается. Аус, нахунтан, пауза, айн, нахобан, пауза, аус, пауза, айн, нахобан, жожо разоснул, шлевсту, нахобан, пауза, и вот так вот тоже до 10 повторений. И потом можно делать такое общее, не этажное дыхание, а общее. Данканман вэнман вэнман вэль, айна гимайнзамат мунмаха, нахунтан, до ганса кёрпа. То есть на два, например, на два крестец, на два почки, на два вдыхаем в рёбра, расширяем диафрагму, на два вдыхаем сюда, на два вдыхаем наружу, и на два вдыхаем наверх, а потом наверх, опускаемся на два выдыхаем, на два выдыхаем, на два выдыхаем, на два выдыхаем, на два в почке выдыхаем, и на два крестец. Но в общем и в целом крестец должен лежать плоско, чтобы не возникал лордоз. Вот смысл в том, что при помощи этих всех упражнений идёт расслабление при стрессе и при любом стрессовом состоянии. Вот и всё. И пусть хорошо удаётся. 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 Продолжение следует...